И я хочу передать слово следующему нашему участнику, Максиму Асовскому. Максим, эксперт практик в области управления организационными изменениями, ассоциация менеджеров по управлению изменениями развития бизнеса, консультант по формированию стратегии подхода к обучению пользователей САП. И для нас в первую очередь руководитель группы образования опорно-образовательного центра университета Иннополис. Максим курировал образование, вам слово. Коллеги, здравствуйте. Очень приятно вас всех видеть. И хочу еще сразу поблагодарить всех тех, кто участвовал в работе нашей рабочей группы и в тех сессиях, которые мы вчера проводили, чтобы подготовить вот те результаты, о которых я сейчас буду говорить. В первую очередь я бы хотел сказать, что цифровая экономика – это прежде всего экономика, и когда мы говорим о цифровом и нецифровом мире, то, наверное, нужно заметить, что в предыдущем индустриальном мире средняя выручка на одного сотрудника в предприятиях, которые работали, была около 1-2 миллионов рублей, а сейчас это уже выручка 4-8, иногда 10. А в хороших предприятиях, которые основаны, конечно, на цифровых полностью методах, инвестиции есть только в инфраструктуру, а выручка на одного сотрудника составляет и миллион долларов, и два, и шесть. В общем, это, конечно, колоссальный рывок по сравнению с нецифровыми технологиями. И когда я буду говорить об образовании, я хочу напомнить, что в России более 40 тысяч школ, миллион 200 учителей, 13 миллионов учеников, я ошибся здесь, и консолидированный бюджет всей этой системы образования, в которой работает вот такая масса людей, это 2,5 триллиона рублей примерно. Это очень много, и особенно это много для муниципалитетов, которые финансируют систему образования в средней школе, то есть систему средних школ. Для некоторых муниципалитетов, а здесь вот показаны консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, затраты бюджетов Российской Федерации достигают до 30% в сфере образования за счет субсидий в муниципалитеты. Они сами не зарабатывают столько денег, чтобы содержать школы. А для муниципалитетов, школы, расходы на школы, это практически 80-90% расходов. То есть система образования работает на пределе, на самом деле, своих возможностей. Резервов для повышения зарплаты учителям нет, на расширение технического состояния школ нет, и, ну, по сути дела, на инвестиции в ремонт, капитальные ремонты тоже нет. Затраты где-то на одного ребенка составляют, по разным оценкам, от 60 до 150 тысяч рублей в год. То есть если вы поделите на количество месяцев, вы увидите, что это совершенно небольшая сумма, которую, в общем, берет на себя государство, как обязательство подготовить ребенка к взрослому миру, в котором ему придется столкнуться с разными системами деятельности. Центр образования СОЛЬ в 2007 году проводил исследование, опрашивал участников рынка, кто является лидером в сфере технологических инноваций и вообще инноваций в сфере образования. Было выявлено порядка тысячи человек. Ну, собственно, вот за эти три года был совершен большой рывок, и раньше было частное образование достаточно развитое. И вот в 2020 году была сделана карта, на которой было представлено 400 или 400 технологических компаний, которые сейчас работают в сфере образования. Но вот новая карта, которая готовится, это 30 тысяч компаний частных, которые уже сопоставимы по своим оборотам с системой образования, которая была сформирована в 20-е годы, еще прошлого века государством. Так, листаю. Да, и это такие проекты, в которых просто сумасшедшая цифровая готовность. Эти компании выявляют, например, процесс, прогресс учеников в такой вот наглядной сетке, в специальных средах, которые сами разрабатывают или которыми пользуются. В таких образовательных проектах формируется свой профиль компетенций и ведется анализ больших данных тех, кто обучается. Я здесь показываю фрагменты из тех слайдов, которые показывали участники нашей рабочей группы. В этих проектах иногда полностью отсутствует такая фигура, как учитель. То есть создаются индивидуальные образовательные траектории с опорой на данные и чат-боты, алгоритмы подстраиваются под ученика и с помощью разных онлайн-инструментов просто полностью исключается фигура преподавателя. Проектируемые образовательные программы похожи на телешоу, рассчитанные на несколько тысяч участников и они собирают сотни и миллионы, сотни тысяч и миллионы просмотров. Так устроена сегодня образовательная среда, в которой в крупных компаниях выручка достигает до 2 миллионов рублей на одного сотрудника, до 5 миллионов рублей на одного сотрудника. То есть очевидно, что в таких бизнесах нет такой составляющей, как себестоимость. Ничего не продается, кроме интеллектуального труда преподавателей, IT-специалистов, программистов и так далее. Значит, это обновление, в таких образовательных программах происходит постоянное обновление контента. То есть это то сегодня, не завтра, с которым работают те компании уже, которые вот приходят на рабочую группу и, ну, опять я повторю, выручка, например, их варьируется от миллиарда рублей до 4 миллиардов рублей. Это крупные компании, сравнимые с крупными вообще производствами сейчас. Вообще образование – это такой очень важный бизнес, для которого наша секция «Образование и педагогические науки» в принципе и должна формировать следующее поколение детей, студентов, которые придут работать в такие компании и работать по таким методикам. Значит, мы подготовили вот такую дорожную карту на ближайший год. И у нас, конечно, очень сложная ситуация, потому что в цепочке, которую мы видим в сфере образования, есть преподаватель, который должен подготовить студента. Это будущий учитель, который придет в школу или в частный образовательный проект работать со всем молодым человеком, учеником, значит, который через, там, 10 лет выйдет во взрослую жизнь и будет работать вот в этом цифровом мире со всеми этими цифровыми инструментами. И, в общем, очень важно, чтобы он вот как раз стал частью этой экономики, как бы цифровой экономики, в которой вкуется благополучие государства. Зарабатываются деньги, платятся зарплаты, получается высокая выручка, и в итоге за счет этого выполняются социальные обязательства и государство существует, как такое государство для людей. Вот, собственно, вот этим мы занимались, продолжаем этим заниматься. У нас есть педагогические вузы, которые готовы подключиться к пилотным проектам в этой области. Есть контакт с учебно-методическим объединением федеральным, которые готовы тоже корректировать и помогать и участвовать в разработке эталонных образовательных программ, сделанных в таком ключе. И, конечно, есть компании, которые, с одной стороны, готовы привнести свое видение, как должен идти современный процесс обучения большого количества людей, а с другой стороны, есть такие лучшие практики и образцы, как вообще цифровыми технологиями сейчас происходит быстрое включение людей в новые виды деятельности. Спасибо. Спасибо большое, Максим. Действительно, образование, сегодня Наталья Сергеевна говорила, оно пронизывает все сферы деятельности, все этапы жизни, и оно, конечно, должно быть синхронизировано, хотя вроде бы это произошло после 2012 года, когда у нас появился федеральный стандарт как в дошкольном, так в школьном и высшем образовании, но по факту эта преемственность крайне редко где сохраняется. И как готовить кадры в рамках направления подготовки педагогических, для того, чтобы они затем готовили качественные приемники, поступающих в ВУЗ, для того, чтобы школьники умели учиться и хотели учиться, это, конечно, задача очень важная, тем более, что сейчас информация перестает быть ценной в устах учителя, и мы совсем в других условиях начинаем работать с подрастающим поколением.